Привет всем, с вами я, Дэв104ик, и сегодня мой очередной обзор на мою вторую Викинг Лигу FIFA 19. Йоу, фу, фу, я, я круто, я мэн бич, сейчас только Россию появлю, пропустим, го. Внеземные силы включили нам свет, надеюсь мы выжим. Мои успехи в данной Викинг Лиге просто шикарные, ошеломляющие, я бы сказал. Я ее, честно говоря, до конца не стал доигрывать, потому что у меня осталось два матча, а нет, один матч остался, который ничего не решает. На данный момент моя Викинг Лига закончилась со счетом 15-14, и в принципе для меня это шикарный результат с условием того, что при этом я получаю вот такие призы. А это 30 тысяч монет, два пака за 35 тысяч монет, один пак за 50 тысяч монет, две красные карточки с будущей Викинг, получается не Викинг Лига, а с будущей командой недели. И я квалифицировался в следующую Викинг Лигу, соответственно, поклоны на следующей неделе будут продолжать гореть. Эта Викинг Лига у меня прошла намного проще, но мне кажется это из-за того, что у меня появился новый состав, который я вам сейчас покажу. Но еще хочу сказать несколько слов о Викинг Лиге. Если бы мой фарт тащил, у меня в принципе было бы где-нибудь 21-9, мне кажется. Поэтому в принципе есть куда стремиться, я надеюсь, что как-нибудь за всю Викинг Лигу, то есть за весь год FIFA 19, я возьму как-нибудь хотя бы золото 1. Тогда это будет очень ошеломляющее достижение, потому что попасть в элиту для меня будет просто шик. Давайте перейдем к составу, которым я играл, потому что это просто пушка. Я в группе ВКонтакте показывал, что я продаю Гарда Бэйла, потому что один игрок не может вытащить всю команду. Я понимаю, что Бэйл это игрок высокого уровня и высочайшего уровня, я бы даже сказал, но он один не может справиться с моей командой. Точнее не с моей командой, а с моими соперниками, потому что из Испанской Лиги у меня нет так много крутых игроков. Но давайте соберем, точнее покажем вам, какая у меня нынешняя команда. Я бы с горечью хотел бы сказать, что это она, но это не она. Вот она, вот моя команда. Это просто шик, блеск, красота. Я не знаю, чем ее улучшить. У меня есть на данный момент 226 тысяч, но об этом позже. И чем улучшить ее вот за эти монеты, я не знаю, потому что каждая позиция меня в принципе устраивает. Да, на ЦПшника я бы хотел бы себе Пагба, Канте, Дебрюйны, но эти игроки стоят дороже. Я бы также себе хотел Аубамиянга, но на ФРВ у меня хорошо смотрится Гойера. Также я бы хотел себе Дехею, но Лена меня не подводит. Поэтому я не знаю, куда вкладывать эти деньги. Да, можно ПЗ-шник поменять, Едлина на Валенцию, но Едлин тоже шикарен. И поэтому я не знаю, что изменять в этом составе. Мне кажется, нужно отметить двух игроков, а это Агуэра, у которого за 56 матчей 64 гола и 28 голевых передач. Ошеломляюще! Я уже сколько раз это слово сказал за это видео, но это нереальная статистика. За 299 тысяч я купил этого игрока, и пока что он выкладывается просто на все 150%, потому что с такой статистики именно в FIFA 19 у меня еще ни у кого не было. Ну и второй игрок это Дели Али, у которого стата ничем не хуже. За 56 матчей он забил 28 голов и отдал 34 голевые передачи. То есть, в принципе, у него каждый матч есть голевое действие, но для такой карточки это просто шикарно. Остальные игроки вот вообще не портят ничего. То есть, если взять Филиппа Андерсона, он очень годно играет на левом фланге. И, например, у меня было сравнение с Сане, который у меня был арендован. Никак Сане у меня не вписывается, а вот Филипп Андерсон шикарен. Лукас тоже не портит ничего, а вот два цепечника, которых я приобрел, они тоже играют весомую роль. Дембеле у него стата не такая интересная, 3 гола, 7 голевых передач. Он акцентирует мою защиту, то есть он защищается. Он играет больше опорника а-ля Верблум, который был в ЦСКА. А вот именно Окслей Чемберлейн, который я купил, кстати, за 54 тысячи, играет уже больше такого помощника Дели Али. То есть он часто бывает на позициях ударника и часто отдает голевые передачи. 18 голевых передач за 56 матчей и 6 голов, с условием того, что он играет крайнего центрального полузащитника. Мне кажется, это тоже достойное достижение. Хотя достойное достижение это очень красиво звучит. Вы, наверное, здесь уже увидели вот эту карточку Джеймса Фореста. Красная карточка, да, это моя первая карточка. Давайте я вам покажу видеоролики. У меня вообще эта неделя была просто шикарная. У меня много было крутых боксов за Дивижн, Райвелс. Я опять взял первый рентик. И у меня было 2 волкаута, 2 информа. Вы все сейчас видите у себя на экранах. Я считаю, что это просто офигенные боксы. И вот у меня был выбор. Форест, потом Немец, Хоуман, наверное, какой-то, ЦПшник 82. И Деликт 83. Конечно, Деликт смотрелось вроде бы круче, но я понимал, что я его никогда не буду использовать. А Фореста, может быть, на замене буду как суперсаба держать. В принципе, один матч он сыграл, я не заметил. Но за один матч будет очень сложно чем-то отметиться. Также мне выпали там всякие информы, бичи. Вообще, так-то, в принципе, неделя прям боксов была. И из-за этого я набрал 226 тысяч к концу недели. То есть еще все впереди. Я еще, скорее всего, опять возьму первый Дивижн Райвелс. У меня награды за Викинг Лигу шикарные. И, в принципе, к концу следующей недели, если я ничего не буду тратить, у меня может быть даже 300 тысяч. А это вообще пипец. И давайте напоследок я вам скажу, кто мне сегодня выпал. Я сегодня с утра проснулся и решил собрать СБЧ на Эден Азара, в котором потребовалось 3 информа. Так как у меня в команде было 4 или 5 непродаваемых информов, я решил собрать данное СБЧ. И мне выпал вот это. Вот этот шикарный чувак под названием Нейнгалан. У меня есть 2 карточки, которые я продал в этой FIFA очень дорого. Это Гаррет Бейл и Нейнгалан. Я никак не хочу с ними прощаться в этом листе. Поэтому буду смотреть на них и говорить, что эти игроки мне попадали в паках. В принципе, наверное, на этом все. Потому что я вам рассказал всю эту неделю, вся неделя в Ultimate Team, которая у меня произошла. Я надеюсь, что следующая неделя будет ничем не хуже. И я наберу миллион, миллион, миллион монет. Куплю себе Роналда Месси и закончу с этой игрой. А лучше пусть они мне попадут в паке. Тогда вообще будет шикарно. Так что на этом все. Надеюсь, этот информативный видеоролик вам тоже понравился. Викинг Лига. Если вы в нее играете, напишите ваши результаты. Надеюсь, я ничуть не хуже буду вас. Хотя с моей статой, в принципе, многие будут лучше меня. Спасибо за просмотр. Всем пока. Вот. Все. Я красивый. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok